Здравствуйте, приветствую я вас, наши онлайн-зрители на этом канале, ведь сегодня мы продолжаем серию образовательных эфиров, специальный проект от Международной Организации по Миграции в Беларуси, проект «Научите детей видеть ложь». И в рамках этого проекта здесь, в студии, мы говорим о проблеме сексуального насилия и эксплуатации в отношении детей. Вчера мы обсудили сам факт существования данной проблемы, разобрались в ней, поговорили с экспертами, а сегодня мы узнаем, что же делать, что же делать, когда это произошло, когда это произошло с вашими близкими, с тем, кого вы знаете, куда обращаться, как себя вести, что делать и чего не делать. И, конечно же, обсуждаем мы сегодня это с экспертами в студии. Я вас приветствую, давайте познакомимся, представим вас с зрителями. Итак, сегодня с нами психолог, координатор реабилитационного центра представительства МОМ в Республике Беларусь Наталья Акрилович. Здравствуйте. Ведущий специалист по профилактике социального сиротства СОЭС детской деревни в Беларуси Олеся Чернявская. Здравствуйте. Психолог учреждения пространства успеха Наталья Демьянова. Здравствуйте. И сегодня с нами начальник отдела психолога и психологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Людмила Монова. Здравствуйте. Именно эти люди сегодня будут отвечать на вопросы, которые писали вы нам заранее, которые возникнут сегодня здесь в студии у наших гостей. И, конечно же, сегодня мы не обошлись без них. И сегодня у нас в гостях известные, активные, просто хорошие родители. Давайте с ними тоже познакомимся. Это заслуженная артистка Республики Беларусь Искуя Баляна. Здравствуйте. ЗОЖ-эксперт, фитнес-активист и просто-просто хороший папа Павел Цироевский. Уважаемые гости, сегодня вы вместе со мной будете являться модераторами беседы. То есть, если у вас возникают любые вопросы, может быть, они вам покажутся глупыми, для наших экспертов они такими не будут. Они на вам на них ответят. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, и мы будем беседовать. Наши эксперты и наши гости – это представители взрослого поколения. Также сегодня в студию мы пригласили молодых людей. Это в недавнем выпускники специальных летних лагерей под названием «Изучай, действуй, поделись». Такие лагеря – это специальный проект представительства МОМО в Республике Беларусь. И сегодня у нас в гостях выпускники – это Екатерина Некрашевич и Филипп Адииха. Здравствуйте, ребята. Вы также сегодня с нами участвуете в беседе, дополняете, потому что наверняка в этом лагере вас научили, дали вам полезную информацию в этом вопросе. И вот по поводу этого специального проекта лагерей «Изучай, действуй, поделись» есть комментарии у главы представительства МОМ Республики Беларусь Махым Размухамедовой. И она с нами сегодня по традиции в видеоформате. Давайте посмотрим ее обращение. Естественно, очень важно для нас участие молодежи в наших программах. Именно с этой целью мы начали вовлекать молодежь в Беларуси в наши летние лагеря «Изучай, действуй и поделись». Эти летние лагеря у нас проходят уже четвертый год. И они организуются совместно международной организацией по миграции с государственными учреждениями Республики Беларусь, также совместно с агентствами ООН и при поддержке наших доноров, как Министерство иностранных дел Норвегии, а также агентство США по международному развитию USAID. В рамках лагеря у молодежи есть возможность глубоко изучить вопросы миграции и связанные с ней тематики. Миграция сегодня связана с целями устойчивого развития. Молодежь выступает нашим ресурсом в регионах страны. Это в частности происходит через передачу этой информации, через общение со своими сверстниками. И на сегодняшний день мы можем твердо сказать, что около 4 тысяч студентов и молодежи в регионах страны переняли, получили эту информацию и знания и повысили свою осведомленность в вопросах миграции и в частности в вопросах безопасного передвижения, безопасной миграции. Итак, спасибо, Махым. И, собственно, давайте переходить к обсуждению. Сегодня название нашего эфира гласит «Насилие происходит». И сегодня мы будем разбираться с тем, что же нужно делать и чего делать нельзя. И первый вопрос к экспертам. Перед тем, как что-то делать или чего-то не делать, нужно же как-то узнать, что имел факт сексуального насилия и эксплуатации. Расскажите, как узнать, как родителю или просто какому-то человеку почувствовать, увидеть это, на что обращать внимание. Я хочу сказать, что вообще, если бы был такой конкретный алгоритм, как узнать, вот просто прям по пунктам расписано, я думаю, что мы бы уже давным-давно справились с этой проблемой. К сожалению, нету каких-то однозначных критериев, которые могли бы четко указать, что это случилось. Очень много факторов могут подсказать, обратить внимание на себя, но вот такого четкого, чтобы вот прям вот это есть, и значит, все случилось, и нужно бежать и оказывать помощь, спасать этого ребенка. Но, к сожалению, такого нет. Тем не менее, есть какие-то, не знаю, знаки, которые, в принципе, могут подтолкнуть родителя, обратить внимание на ребенка, что что-то произошло не так. То есть это, конечно, может и не быть, например, сексуальное насилие, но тем не менее. Какие-то поведенческие реакции. То есть, может, если он раньше был достаточно активным, и не было никаких проблем в школе, а сейчас что-то такое появилось, что он закрывается, что какие-то истерики, может быть, у ребенка. Ну вот какие-то такие вещи могут подсказать, что вот что-то не так, и дальше можно уже с этим разбираться и потихонечку уточнять, спрашивать, что произошло. Тут можно было бы разделить физические какие-то показатели и психологические. И в зависимости от того, про что мы говорим, можно и ориентироваться. То есть если мы говорим о физических показателях, то есть там и наличие кровь на одежде или какие-то синяки или еще что-то, то как бы это в любом случае должно уже насторожить родителя, законного представителя о том, что что-то происходит. То есть какие-то акты насилия сексуального или иного другого по отношению к ребенку применяются. В отношении психологических это тоже огромнейший спектр. То есть, например, ребенок вообще даже может и не показать каких-то психологических вещей, вообще никакого изменения в поведении не произойти, а насилие будет длительным ни месяца, ни два. Психосоматические тоже реакции могут быть. То есть там часто болеют, какая-то аллергия или еще что-то такое. Вообще американские исследования показали, что около 40% случаев сексуального насилия являются бессимптомными. И около 30% малосимптомными, то есть очень незаметными для окружающих. Конечно же, все виды резкого изменения поведения и самочувствия детей должны привлекать внимание. Но за этим не обязательно стоит сексуальное насилие, за этим могут стоять какие-то другие проблемы ребенка. Но наша задача, то есть задача взрослых, как мне видится, это создавать некое поле, создавать такое окружение вокруг детей, в котором ребенок может рассказать. Потому что самая большая проблема, существующая в вопросе выявления сексуального насилия, это проблема молчания детей. Молчание детей, оно естественное. То есть для ребенка естественнее промолчать, нежели сказать. Но мы должны создавать такие условия, в которых для него было бы естественнее рассказать о проблеме, нежели смолчать. Хорошо. А вот как вы думаете, можно ли вообще говорить с ребенком конкретно вот об этом? И как начать говорить? С чего начинать разговор? Например, ты заметил какие-то признаки? С чего начинать разговор? Как это? Можно я как мама скажу? Вы знаете, я вообще вот сейчас слушаю, я молю Бога о том, чтобы мне не пришлось разгребать последствия произошедшего. Я вообще сторонник профилактических работ. Это все касается и здоровья, это касается и взаимоотношений. И когда у меня со старшей дочерью случился интернет, я ее просто перед собой посадила и начала с ней вести беседу о том, что интернет-пространство – это огромное количество невидимых и непонятных для тебя людей. И может быть проникновение в твою психику, в голову совершенно любого человека не всегда это тот, за кого себе человек выдает. Но она уже была тогда постарше, и с ней, наверное, было немножко попроще. Вот у нас с Пашей примерно одногодки, около шести лет дети. Да, да. И мне кажется, что можно найти тоже какой-то способ описать ребенку то, что могут какие-то быть интересы по ту сторону экрана или вообще в жизни. Но мне кажется, что здесь тоже, наверное, вот эта профилактическая работа, она просто необходима с точки зрения незнакомых людей, которые предлагают какие-то ковришки. Ведь все мы помним совершенно недавно по телевидению, буквально год или два, и даже в сетях ходил ролик, когда совершенно незнакомый мужчина появляется на площадке и каким-то образом привлекает детей, и они совершенно зомбировано идут за ним. А родители в это время стоят в сторонке, наблюдают и приходят просто в ужас от этой картины. Поэтому я думаю, что самое важное ребенку объяснить для начала опасность совершенно незнакомых людей, появляющихся у них в жизни, которые могут, грубо говоря, вести какие-то сладострастные речи, втираться в доверие и так далее. Просто в сегодняшнем таком жестоком, совершенно несправедливом мире, мне кажется, важно ребенку объяснить самое главное, что если человек незнакомый, под любым предлогом не стоит этого делать. Существуют экстремальные ситуации, о которых родители, как правило, сообщают заранее, через воспитателей, через преподавателей. Если вдруг не может родитель приехать, и любая ситуация, мама задерживается на работе, поехали, я тебя отвезу, она не должна работать для ребенка. Ребенок должен иметь запасные телефоны, запасные адреса, куда его отвезти, через преподавателей. Мне кажется, это так, потому что любые другие схемы, они настолько такими людьми, которые способны на эти действия, изучены. Они ведь тоже являются своеобразными психологами. Иначе как объяснить, что наши дети могут пойти на такой шаг или не уметь справиться в определенной ситуации? Мне кажется, это идеальный пример родителей. То есть все, что вы сказали, это вот в точку, потому что без профилактических мероприятий действительно невозможно просто с этой проблемой бороться. И очень правильные слова, действительно все то, что вы сказали, и так должно быть. То есть родители в первую очередь – это те люди, которые должны рассказать о тех проблемах, что может ожидать ребенка в интернете, и не только в интернете. Все верно, да. Безусловно, это правильно с точки зрения профилактики проблемы. Но допустим, такую ситуацию, то есть могут быть такие ситуации в семье, когда, ну, не знаю, не доглядели, не заложили вот эту информацию, что-то вот не донесли, ну, вообще не знали, как правильно, то есть не знали, где получить информацию. И вот в момент именно, ну, возникновения такой ситуации из ваших слов, то есть все потеряно или можно как-то начать работать, начать говорить, то есть с точки зрения родителя, как ему быть, когда он заметил? Я думаю, что вообще, ну, нельзя вообще категорично говорить, что все потеряно. С любой точки всегда можно что-то изменять в лучшую сторону. Вот мы сегодня разговариваем про эту тему, мы меняем уже в лучшую сторону ситуацию с этой проблемой. С точки зрения психологии скажу, что нельзя задавать вопрос прямо в лоб. То есть это вот первое, что, может быть, родителям хочется спросить напрямую, открыто, но это точно не тот способ, то есть чаще всего это может напугать ребенка, потому что он не хочет расстраивать своих родителей. И, естественно, скорее всего, вот то, про что говорила Людмила, что он замкнется и будет молчать, и вот эта проблема, потом уже вытащить из него информацию необходимую для того, чтобы помочь, станет гораздо сложнее. Но это самое первое, на что обратить внимание. Да, по поводу молчания, вот вы говорили, да, молчание. А скажите из вашего опыта, есть ли такие ситуации, когда дети все-таки сами, ну, вот, рассказывают, просто приходят и рассказывают? Часто это происходит или это вот, ну, прям очень редкая история? У меня была вот совсем недавно такая ситуация, когда девочка сходу в детском саду рассказала маме полугодовой случай, давности полугодовой. Мама в шоке от того, что она вот просто выпалила, и когда вот разговаривали, что привело, она говорит, ну, просто мне надоело хранить этот секрет в тайне. Вот просто надоело, вот я не хочу больше держать это слово. И она просто вот прям сходу все рассказала прямо. Ну, мама молодец, что она, скажем, не растерялась, не показала своей там страшной реакции, как она, в каком она состоянии находится. Она обратилась к специалистам, и, естественно, уже вот сейчас разбираются правоохранительные органы с этим случаем. Вообще это очень не зависит, насколько как бы ребенок от ситуации расскажет он или нет. И от возраста это зависит. Например, дети до пяти лет, они чаще всего действительно спонтанно рассказывают про это, потому что им как бы им тяжело носить этот секрет внутри. Вот. И дети уже от шести до двенадцати лет, они, скорее всего, не расскажут. А дети уже старше двенадцати лет, у них уже, скорее всего, опять же, это как бы не обязательно, что все. Скорее всего, у них будет уже какая-то… Они не расскажут, а если расскажут, то у них какая-то будет цель, почему они рассказали. Кроме всего прочего, еще расскажет ребенок или нет, зависит от того, кто является насильником. Если насильником является чужой, вообще просто какой-то незнакомец на улице, то ребенок, скорее всего, расскажет, потому что, ну, как бы это уже в культуре, что, ну, да, насильник – это незнакомец, и про него можно рассказать. А если это друг семьи, давний друг семьи или кто-то из родственников, то тут тоже вопрос, и ребенок, скорее всего, промолчит и расскажет про это через восемь, через пятнадцать лет уже во взрослой жизни. С моей практики я могу сказать, что нечасто дети могут сказать об этом. Еще это усложняется тем, что даже если он об этом говорит, да, то есть или родитель, или тот человек, кому он это говорит, может не поверить ему, да, и дальше насилие продолжается, ребенок замыкается, он понимает, что ему не верят, он думает, что, может быть, так должно быть, и дальше это может очень долго длиться, и несколько лет в том числе. То есть еще в этом есть опасность такая. То есть очень внимательно нужно относиться к тому, что говорит ребенок, и, ну, стараться как-то реагировать на это. Вот я соглашусь, действительно, мы очень часто критично относимся вообще к разного рода информации, но вот то, что хочется порекомендовать родителям – верьте своим детям. Чтобы они не говорили, верьте своим детям. Лучше потом разобраться, была это фантазия, выдумка или еще что-то, или вдруг это тот самый случай, когда ребенок нуждается в помощи. Поэтому лучше все-таки поверить и дальше разбираться, чем не поверить и пропустить. Да, и понять, почему ребенок использует вот такой способ для того, чтобы что-то донести до родителей. Может быть, это что-то другое, но тоже не менее важное и травматичное для ребенка. А можно задать вопрос? Я вот на секундочку себе сконструировала ситуацию, что, боже упаси, конечно, но если вот, например, этот человек появился, грубо говоря, в нашем семейном округу, да, как правильно себя повести по отношению к этому человеку? Вот как правильно? Либо это, ну, приходящий, уходящий человек, от него нужно спокойно избавиться, там, уволить с работы или прекратить общение и потом обратиться. Либо это надо делать агрессивно. Мне кажется, что это надо делать как-то очень умно, мудро, без агрессии, чтобы не было. Но что посоветуете вы? Ну, в зависимости от того, вообще случился уже факт или только... Случился. Вот он случился, и ребенок мне об этом сказал. Как правильно выйти из ситуации, чтобы этого человека убрать из окружения? Вот что вы посоветуете? Сразу идти в милицию. Сразу писать заявление в милицию, мой однозначный ответ. Не проводить собственных расследований. Однозначно. Это то, от чего хочется предать речь всех родителей. Не проводить расследования. Вы можете спросить у ребенка, ну, если начал рассказывать, да, только то, что ребенок сам рассказывает, может быть фактом, ну, общие факты, да, кто, что, кто делал, что делал, где делал, когда, ну, примерно. Все. Никаких дополнительных расспросов. Потому что есть такая... Для последующего расследования очень важна та информация, которой владеет ребенок. Вот эта информация, которая есть вот в голове ребенка, да, она очень-очень важна. И ее очень-очень легко разрушить. Ее можно разрушить неправильными вопросами, ее можно разрушить неправильным отношением, какими-то неправильно показанными эмоциями. И реакциями. На ответы. Да, да. Ребенок либо начнет утаивать часть информации, либо он, почувствовав к себе внимание, которое ему нужно, он начнет фантазировать и домысливать что-то, да? Нет. Поэтому все разговоры и, так сказать, родительские расследования, да, вот расследования, они нежелательны. Они нежелательны именно в этом плане, потому что они могут препятствовать последующему, ну, настоящему расследованию. Если вы выявили факт сексуального злоупотребления ребенка, вот вы точно знаете, ситуация, которую вы описываете, вы точно знаете, что факт был. Однозначно сразу обращаться, писать заявление в мед. Без уведомления вот этого человека. То есть его в курс вообще не ставить. Никаким образом не... Расследования должны проводить люди, которые умеют это делать. Я думаю, что, наверное, Эскуи имел в виду тот момент. Условно говоря, есть, например, там, ну, близкий родственник, например, по морской линии. Например, они на каком-то детском утреннике играли с детьми, он там был, не знаю, там какие-то ролевые игры. И потом время спустя ребенок это может интерпретировать совершенно в каком-то ключе, и ты, ну, там, в силу своего маленького возраста, можешь объяснять таким термином, которым меня, может быть, насторожат. Я подумал, что-то тут не то. И вот у меня дилемма. Ребенок же, он не имеет оперировать с терминами сексуального насилия, да, или посягательства там на личное пространство, еще что-то. И у меня дилемма. Вот мой близкий родственник, который, я знаю, в котором, не знаю, там, часть кровного родства, миллион лет знаю, что он всегда там с подарками приходит. Могу ли я начать сломать жизнь этому человеку, не уведомив его, сразу пойти заявление в милицию, чтобы потом все-таки любое уголовное преследование, это уголовное преследование для человека, который ему ранее не подвергался, это колоссальный стресс. И дай бог, что по минимуму, что произошло, это разрушенные, ну, когда можно будет все-таки сесть и сказать, ну, извини, все-таки я там перегнул, у меня не было выбора. Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что находится с другой стороны медали, да, на другой чашу весов, то есть психическое и вообще дальнейшее развитие ребенка как личности. То есть такая дилемма, на принципе, может иметь место, потому что дети, они могут как бы такими полнамеками, особенно если там ребенку, не знаю, 3, 4, 5, это как он сформулирует. То есть он может начать с ней говорить, а я могу в этом узреть угрозу, и мне покажется, что что-то было угрожающее. Я пойду в милицию и, например, на своего двоюродного брата, то есть у этого будут еще травмы еще тем людям, не дай бог. Поэтому такая как бы очень тонкая грань здесь. Мне кажется, важнее думать про ребенка в этой ситуации. Я могу прокомментировать просто из опыта, как это происходит. Конечно, человеческий фактор никто не отменял. Есть люди разные, есть те, которые работают, например, недавно в правоохранительных органах, они просто не знают еще так глубоко об этой проблеме, не знают нюансов, как работать вот с такими случаями. И, конечно, могут сделать какие-то такие шаги, которые не совсем хорошо потом отразятся на отношениях между родственниками. Но в моей практике, например, сейчас уже складываются такие хорошие отношения, потому что люди работают достаточно давно. Они обучены различным методам проведения расследований именно в этой сфере. И ту работу, которую я проводила, например, с педагогами, они точно такие же высказывали опасения, что вдруг мы заявим, например, подозрение есть на учителя, на родителя, а этот человек вообще никак не причастен, и мы там как-то навредим ему. На самом деле, когда сообщались такие случаи, все это расследование проводится достаточно тихо, скрыто, специальными методами для того, чтобы удостовериться, действительно ли нужно этого человека вызывать, привлекать. Очень много у них есть способов, как получить дополнительную информацию для того, чтобы действительно понимать, да, этот человек способен на такие вещи, либо не способен. То есть очень много информации получается из соцсетей, из окружения, и это делается довольно-таки тихо. То есть большинство педагогов, когда задавали этот вопрос, и я в ответ задавала им вопрос, о скольких вот таких расследованиях, например, в нашем городе конкретно, вы слышали? Они говорят, не об одном. Я говорю, ну, а вот за прошедший период было таких сообщений 13, например. То есть не редкость. Да, то есть имеется в виду сообщений, да, то есть это не значит, что это было столько же преступлений. И тем не менее это все было достаточно скрыто, и людям не мешали, но в некоторых случаях действительно выявляли, что да, этот человек мог совершать такие... Скажите, а у нас получается, если есть подозрение, человек идет в милицию, реагирует какой-то специальный в органах, какая-то, не знаю, комиссия, подразделение комиссии, то есть там это как-то уже по внутренним каналам, они передают соответствующие службы. То есть не придется, условно говоря, какой-то участковый местный и не скажешь, что у вас происходит, что случится. Но в маленьких городах, по сути, может быть участковый, либо оперативный сотрудник, который не обладает, возможно. Но в чуть больших городах есть специальные структуры, подразделения в правоохранительных органах. Это отделы по незаконному обороту наркотиков и торговли людьми, в которых специалистов учат на курсах, они проходят подготовку, чтобы вот такими делами заниматься. Меня назрел один вопрос даже из моего детства. Нередко, даже во времена учебы и получения высшего образования, я сталкивалась с тем, что приходили, я видела где-то на улице, где-то даже в здание проникали люди, мужчины с определенными наклонностями. Как правильно настроить своих детей, чтобы они реагировали на то, что делают эти мужчины, так сказать... Вы про эксгапиционистов, что ли? Ну, я вообще считаю, что детей информировать надо как можно больше, потому что жизнь у нас очень многосторонняя, люди разные, ситуации разные, и те же сексуальные патологии, они тоже бывают разные. И как минимум дети должны знать, что... Ну, бывают такие больные люди, которые вот что-то... Для того, чтобы просто ребенок не испугался, если вдруг такая ситуация окажется. Потому что там же очень много работает вот этот вот эффект неожиданности, и дети травмируются из-за того, что это нечто совершенно неизвестное, непонятное, выбивающееся. Но они об этом никогда не слышали. Когда ребенок чуть-чуть подготовлен, ну, можешь столкнуться с такой ситуацией. Совсем другая реакция просто, и другой психический отклик, понимаете? Ну, мне, например, было настолько страшно, что мне казалось, что за мной сейчас побегут. Вот просто вот я была маленькая, я помню эти вещи. Но я была маленькая, я еще в Смоленске, когда была школьницей. Вот я ходила в музыкальную школу, у меня 20 минут ходьбы было, там два с лишним километра. И это все время были... Там были такие парковые зоны, да. И я хочу сказать, что вот мне было страшно. То есть... И только опытным путем я понимала, что эти люди, в общем-то, не стремятся догнать и что-то причинить, какое-то зло. Это вот... Но они все равно совершают преступление, и если вина их доказана, они наказываются, потому что это преступление. Но с точки зрения безопасности, они же у них... Ну, есть в опыте такое, что они потом срываются и могут, так сказать, ребенка догнать и что-то сотворить с ним. Как правило, нет. Хорошо, давайте вернемся в плоскость, что же делать, что же делать, каких-то способов, инструментов во время того, когда вы узнали или подозреваете, что произошло сексуальное насилие и эксплуатация. Здесь вот хотелось бы поговорить о роли родителей. Вот вы уже сказали, что в первую очередь ты узнал, подозреваешь заявление в милицию, да. Все за. То есть, ну, вот такая хронология, алгоритм действий. А что родителям нельзя делать? Что вообще вот с точки зрения психологии, может быть, ну, как реагировать нельзя? Что закрыть нужно? Что больше уделить внимания? Нельзя давать оценки. Обвинять. Нельзя обвинять. Нельзя говорить, почему ты мне не рассказал раньше или не обратился. Прошлое уже ушло, оно вот совершилось. Поэтому мы опять отталкиваемся от настоящего момента. И вот эти оценочные суждения, какое-то свое эмоциональное очень большое, сильное переживание, оно точно так же может травмировать ребенка, как и сам факт, потому что ребенок, получается, сделал что-то недоброе для своего родителя. Не верить. То есть нужно всегда понимать, что раз ребенок говорит, значит, скорее всего, так оно и было. Нельзя давать ложных обещаний каких-то. Например, если ребенок рассказал не родителям, нельзя говорить о том, что это останется между нами, что мама не узнает или там кто-то не узнает. Такое тоже нельзя говорить. Еще есть такой, имеет место факт того, что родители обвиняют себя. Вот прокомментируйте это. Как-то это вообще можно так делать? Нужно или нужно, ну, как себя вести? Вот обвинить себя родителям? Вообще родителю тоже потребуется психологическая помощь, потому что дальше, то есть ребенок, он же живет с родителями, он не живет со специалистом. И понятное дело, что взрослый в силу своего опыта, своих знаний переживает не меньшую травму от того, что происходит. И помощь необходима будет и взрослому. И поэтому после того, как взрослый, например, обратится к психологу за этой помощью, он будет знать, как действовать дальше, как поддерживать своего ребенка, как справиться с тем чувством вины, которое может возникнуть. Ну и, в принципе, как дальше просто жить, продолжать жить. Я бы хотела добавить к тому, что чувство вины – это нормально. Это присутствует. Но тот самый основной момент в том, чтобы каждый родитель или ребенок понимал, что какие бы ни были ситуации, что вина всегда лежит на насильнике. Да, родитель не досмотрел, чего-то не заметил, где-то не обеспечил защиту для ребенка. Но на этом вся его зона ответственности завершается. Вина всегда лежит на насильнике. Наверное, еще пугаться не стоит, да? Чтобы ребенок не испугался. Да, реакция должна быть. Когда у родителей у самого паника, ребенок, наверное, пугается. Как правило, родителям, как и Наталья правильно заметила, не то, что может понадобиться, а понадобится тоже помощь специалиста. Потому что вот из опыта могу сказать, что иногда прям даже не столько нужно ребенку вот эта помощь, сколько родителям. Иногда сами дети просят помочь, оказать какую-то помощь родителям, потому что иногда, если ребенок уже готов это пережить, скажем так, когда, то иногда родители погружают опять его в эти воспоминания. То есть это вторичная травматизация. Вот у меня недавно была девочка, которая говорила, мама постоянно об этом говорит. Вот она постоянно мне напоминает. Я не хочу как бы уже это слышать, но она постоянно погружает меня в эти воспоминания. Я не хочу, пожалуйста, что-то сделать, чтобы вот этого не было. То есть, конечно, родители тоже люди, и они тоже переживают, и чувство вины им присущи, и страхи какие-то они испытывают. Все это есть. То есть, ну, главное, попросить эту помощь, не бояться, и это нормально, для того, чтобы в дальнейшем можно было нормально формировать отношения между родителями и детьми, и как-то жить с этой ситуацией, проживать все, и дальше уже реабилитироваться как-то. Я бы хотела добавить, что вообще, в том числе, для расследования этого рода преступлений, поддержка родителей очень важна. Первое, что я хотела, от чего я хотела предостеречь родителей, которые узнали о том, что это произошло, сдержать первую реакцию. Потому что первая родительская реакция – это гнев. Этот гнев, поскольку насильника здесь нету, он очень часто косвенно выливается на ребенка. Я же говорил тебе не ходить туда, да я тебе говорила там этого не делать. Это спонтанная, это очень импульсивная реакция, за которую потом себя нормальные родители будут упрекать, укорять. Она вот так вот вырвалась. Вот эти первые реакции, их надо сдерживать, потому что для ребенка она очень важна. Ребенку очень важно иметь опору в этой сложной ситуации. Родитель должен быть вот этой вот спиной, стеной, там, не знаю, там, защитой, барьером, чем угодно. Он должен быть опорой. Ребенок теряется. И только родитель может дать ему самое базовое, основное и так далее. Я очень много занимаюсь темой детской лжи, да. И тема детская ложь, она очень сильно привязана к тому, что делают родители. А как это связано? Вот детская ложь в моменте, когда вот происходит первая реакция родителей, да? Вот вы, наверное, может быть, что-то с этим. Вот когда я разговариваю с детьми, а я на сегодняшний день, я, не соврать, больше всех в этой стране провела интервью детей, которые являются, там, предположительно жертвами насилия. Когда я разговариваю с детьми, первое, что я им говорю, ты ни в чем не виноват. Потому что, возможно, кроме меня никто этому ребенку не успеет сказать, да? Ребенку это очень важно знать. Чувство вины, чувство стыда, чувство страха разглашения, нарушения конфиденциальности – это основные моменты, которые препятствуют ребенку искренне и рассказывать о том, что произошло. Причем это чувство вины, оно возникает, ну, совершенно, на мой взгляд, непонятно откуда. Оно непонятно откуда берется, оно как, не знаю, самозарождающееся какое-то. Ребенок даже не вел себя провоцирующе, ну, вот бывают ситуации, да, когда, но он все равно чувствует свою вину. Возможно, это сказывается манипуляцией насильника, да, потому что они манипулируют детьми так, что они молчат, потому что, ну, им кажется, что это во всем, что произошло, это их вина, поэтому они молчат, потому что их будут ругать, про них будут плохо думать, это я все сделаю. И вот этот вот момент, он очень важный, я всегда говорю, ты ни в чем не виноват. Дети не бывают виноваты. Во всем виноваты только взрослые люди. Дети не умеют быть виноватыми. Если они мне верят, если я это говорю достаточно убедительно, они начинают рассказывать. То есть, правильно я вас понимаю, вот с этим посылом, с этим месседжем нужно начинать и родителям общение. Да, да, да. Ты ни в чем не виноват. Я знаю, что ты хороший ребенок, я знаю, что я тебе верю, все, что ты мне не расскажешь, я все, я во всем буду тебе верить, и я не буду тебя ругать, потому что ты, я знаю, что ты не сделал ничего плохого. Хорошо, а вот вы говорите тоже, что вы много проводите интервью, то есть вы тоже говорили про работу со специалистами и взрослым она нужна. А на каком этапе нужно обращаться к специалисту? То есть ты заподозрил что-то, что-то произошло, и сразу же нужно работать с специалистом? Или вот как здесь? Скорее, как сам человек чувствует, потому что силы у всех разные, психологические структуры у всех устроены по-разному. Есть люди, которые сильны духом, они могут переносить очень тяжелые потрясения в своей жизни, достаточно долго могут выдерживать такое напряжение, но в какой-то момент им может понадобиться поддержка, и тогда они будут знать, что вот можно обратиться. А есть люди, которым нужно прямо вот сразу с момента, как только они узнали об этом, им нужна вот эта психологическая поддержка, и как раз вот дополнил, чтобы не навредить еще больше ребенку, потому что дети иногда переживают сам факт легче, чем переживают родители. Да, если все-таки не принимают эту помощь, им она нужна, мне кажется, это все должно идти параллельно там с процессом уголовным, если он есть, то есть не ждать, пока он закончится, и дальше там искать специалистов, а именно параллельно. Потому что иногда вот тоже говорили про поддержку родителей, что сам процесс, вот уголовный вот этот процесс, он может быть достаточно длинным. То есть это месяцы может, и даже год длится, если много процедур. И как раз таки родители должны быть стойким духом, и быть... В тонусе все это. Да, 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 да. Потому что вот пока не завершится вот это все всегда очень тяжело, и ребенку, и родителям, потому что все-таки это очень долго. И когда-то, конечно, родители могут ну вот какую-то там дать слабину, или там устать дети могут. Мы у себя в СС детской деревне Могилев, мы практикуем такую систему, то есть когда к нам приезжает, привозит ребенка на опрос, который предположительно потерпел от насилия, то один человек, специалист, проводит опрос, а второй специалист обязательно присутствует и контактирует с родителем. Причем как бы разные ситуации. Есть те родители, которые плачут, и им просто как бы нужно кто-то профессиональный, который даст им выговориться. Есть те, которые говорят, нет, мне ничего не надо, я буду молчать. И достаточно часто такие случаи, когда родитель, ну, опрос может длиться длительно, и родитель может сидеть и 15, и 20, и 30 минут молча, специалист сидит рядом с ним. И через 30-40 минут родителя прорывает, и он получает, у нас есть в организации специально разработанные материалы, которые каждый родитель получает, потому что, возможно, сейчас он не готов, но через некоторое время ему понадобится, он даже, ну, может и понять, что уже он готов на то, чтобы пойти и получить эту поддержку. Но с каждым родителем в любом случае, когда ребенок потерпел, наши специалисты обязательно разговаривают, объясняют его чувства, его переживания, объясняют, что чувствует ребенок, как нужно с ним взаимодействовать. И по опыту это всегда очень хорошо работает. Особенно тот момент, что стабильность родителя и последующая вообще реабилитация, выход из ситуации, справление ребенка с этой ситуацией очень важна. Именно стабильность, вот именно родителя, его реакции, его понимание этой всей системы взаимодействия с ребенком потерпевшим. Смотрите, а вот мы все говорим о том, о рабочих со специалистами, то есть о правильных действиях, о правильных шагах для того, чтобы решить эту проблему, выйти из нее. А вот давайте поговорим о том, что происходит или произойдет, если не обращаешься к специалистам, если сам пытаешься решить проблему или не решаешь ее, думаешь, что ребенок забудет. Какие последствия могут быть, чтобы предзастеречь всех, если не работать со специалистами, если закрывать глаза или работать самому? Есть научные исследования, которые посвящены этому. То есть там последствия разделяются на краткосрочные и длительные, там непосредственно отдаленные во времени, последствия, касающиеся, в основном, психическое, сферосексуальное действие. Есть статистика о том, что резко вырастает количество, вероятность наркомании, алкоголизма, депрессии, посттравматические стрессовые расстройства. То есть последствий очень много. Есть такое правило, что дети, которые маленькие, младшего возраста, неразумного в сексуальном плане возраста, они легче переносят, и у них симптомы такого невротического характера. Но есть другая проблема. То есть они вроде бы легко пережили, и вроде бы ничего, но когда они взрослеют и достигают возраста пубертаты, когда все, что связано с сексом, становится экстра-важным и очень-очень таким вот особенным, вот тогда их может накрыть. Я хотел рассказать о ситуациях, с которыми я сталкивался в своем окружении. Зачастую родители становились тем самым источником токсичности по отношению к своим детям. Дети, которые сталкивались с насилием, которые признались родителям об этом, родители не знали, как вести себя в этой ситуации, и они боялись осуждения общества. В этом случае не дети боялись осуждения, а родители. И родители старались максимально скрыть это, подавить желание детей рассказать об этом. И вот сейчас я вижу этих подрослевших детей, это мои сверстники, и у них потерянные отношения с родителями. Они постоянно видят потенциальных насильников в людях вокруг. Вот здесь очень важно, на мой взгляд, создать ту дружественную и нетоксичную среду общения со своими детьми. Да, мне кажется, очень правильно вот такое замечание, потому что иногда родители могут недооценивать, да, или, наоборот, обесценивать то, что произошло с ребенком. Например, если не было самого полового акта, да, но были, например, какие-то ласки или видеофотосъемки и так далее, родители могут говорить о том, что ничего страшного уже не случилось, в общем, давай как-то забудем и пойдем дальше. И, кстати, таких историй тоже очень много, и мы сталкиваемся в своей работе с этим, когда родители вот вообще как бы не понимают всей сложности ситуации и как бы и говорят об этом ребенку, что в принципе, ну, ничего страшного, вот это вот самое главное их замечание, самого страшного не произошло, все остальное типа это ерунда. Вот, ну, к сожалению, это все не ерунда, и нужно обращать на это внимание тоже. Ну, а замалчивание, оно же может привести к тому, что насильник может находиться рядом и почувствовать свою безнаказанность и, в принципе, быть более скрытым, например, делать это в каких-то других ситуациях, и ребенок будет продолжать подвергаться насилию, то есть поэтому ни в коем случае нельзя оставлять это без внимания и вообще как бы никак не реагировать или просить ребенка забыть, никому не говорить, держать в секрете. То есть, по сути дела, это те же самые указания, которые дает насильник очень часто. Ну да, просто даже вот понимая, что процедура сбора доказательств о том, что насилие было в отношении ребенка, она достаточно травматичная для ребенка, и есть их, я думаю, что немало таких родителей, которые говорят, что мы не хотим еще раз вторично травмировать ребенка, мы не будем вообще никуда заявлять, и ты забудь, и мы забудем, и вообще будем жить так, как будто бы этого ничего не произошло. И тут для меня, как и для матери в том числе, и вообще как для специалиста, я все понимаю, что да, мой ребенок, как бы я хочу его защитить, хотя бы в этой ситуации, но надо всегда понимать о том, что если сейчас не дай вести начатое до конца, то, скорее всего, что пострадают еще ни один и ни два ребенка, потому что я по каким-то своим внутренним причинам ничего не сделала для того, чтобы человек, который это совершил, был найден и наказан. Я бы хотела еще добавить к словам Олеси, что вот у нас тоже был недавний случай, когда в раннем возрасте отец совершил сексуальные действия в отношении своего ребенка, мама утверждает, что их не было, ребенок говорит, что они были, и что это был действительно как бы половой акт, мама решила никуда не обращаться, ничего не делать, и сейчас девочке 15 лет, и к нам она попала с тем, что она была использована в порно-видеосъемках, и вот в принципе, мне кажется, есть какая-то, ну не какая-то, а действительно есть такая связь, и при этом папа продолжал жить в этой семье, они в итоге как бы разъехались, по другим причинам, но все равно, вот ребенок находился, и сейчас нет никакой связи между мамой и дочкой, и мама сама не знает, что делать, и она очень много раз обращалась к специалистам, но в принципе, она задает такой вопрос, почему мне все говорят одно и то же, что вот мне тоже нужна помощь, и как-то в этом разбираться, и все, то есть вот, ну как-то, и до сих пор она не поняла, что вот... Что ей тоже нужно. По сути, это же присутствует момент предательства матери по отношению к дочери, да, вот это огромнейшее недоверие, а дочь вообще чувствует себя обманутой, и без вот этой почвы дочерней под ногами, которая должна была исходить... Самое главное сейчас для мамы, тоже это ее единственная как бы цель, чтобы больше с ребенком этого не случилось, и мама как бы не осознает, что чтобы это не случилось, она что-то тоже должна как-то менять в своей жизни, поведении и так далее. Я думаю, что, вероятно, вот этот момент, когда мать посчитала, что это можно, так сказать, перевернуть эту страницу, вероятно, у матери была своя травма какая-то уже в детстве. Да, у нее была травма, там непростая семья, действительно. Скорее всего, поэтому, понимаете, вот этот эффект, это то же самое, когда ребенок, вырастая, становится жертвой абьюзера, потому что она видела то же самое в своей семье по отношению, во взаимоотношениях своих родителей. И дети, как правило, сканируют взаимоотношения своих родителей, они принимают это, понимая, что так жили мои родители, у тех родителей жили. Ролевая модель, да. Ролевая, да. Ведь не зря же говорят, не воспитывайте своих детей, они все равно будут копировать вас. Поведение, да. Да, у желания у девочки только одно, чтобы достигла 18 лет и ушла от мамы. То есть это вот... И она об этом даже вот не говорит маме, это вот... Она молчит. Она просто молчит с ней, и как живет, существует вместе вот в этой обстановке. Отбывает, да. Наказание. И вот она вот в свежие случаи, то есть работа будет как бы большая очень, и тяжело, просто тяжело. Я хотела бы добавить немножко вот к этому разговору о последствиях, да, как это вообще сказывается на молодежи, когда родители просто закрывают глаза на такие ситуации, или они могут столкнуться с тем, что, например, учителя или психологи, к которым они обращаются, просто так, ну, все нормально, все окей, иди, живи дальше. Вот этот, скажем так, рецидив того, что во взрослой жизни начинают с ними происходить какие-то подобные ситуации, это очень сложные сексуальные отношения в целом, потому что у людей, особенно когда у них там в подростковом возрасте с ними это происходит, там в 10 лет, 12 лет, чуть старше, стираются границы дозволенного, и ребенок, он просто перестает понимать, что можно, а что нельзя. И во взрослом возрасте это просто вырождается в то, что очень тяжело выстраивать отношения с людьми, близкие, или он может, вот как уже было сказано, стать жертвой абьюзивных отношений, и это очень огромная проблема, потому что когда ты в детском возрасте еще и столкнулся с тем, что люди не обращают внимания на твою проблему, обесценивают твою проблему, то как потом во взрослом возрасте с этим бороться, и обратиться за помощью, и проработать свои старые проблемы, и новые проблемы, и вообще выходить из этой ситуации. Является ли это вообще проблемой, потому что многие с этим живут, и психологически это тяжело переживать, потому что существует эффект восприятия, нормальное, а с другой стороны, ну раз родители не обратили на это внимание. Так и должно быть. Да, и вот тут происходит вот этот разрыв шаблонов, с которым очень тяжело потом справиться. Кстати, одна из причин, по которой дети молчат, это как раз мнение, они мне ничем не помогут. Ну, скорее всего, это модель, которая уже была, возможно, обращения были, ну, по каким-то другим, более простым вещам, и ребенок, сталкиваясь с тем, что родители говорят, ну, забудем там, или еще что-то, уже вот в такой сложной ситуации, ну, скорее не пойдет, потому что, а чем они мне помогут? Они мне ничем не помогут, поэтому рассказывать я не буду. Знаете, я вспомнила одну историю, ну, конкретную историю. Девочка пострадала от насильника. Она как-то, ну, испугалась, напряглась, там, и так далее, но она побоялась говорить родителям, но она рассказала своему лучшему другу. Это, кстати, часто бывает у детей. Она рассказала своему лучшему другу. Они вместе подумали, посовещались. Они не пошли ни к ее, они ни слова не сказали, ни ее родителям, ни его родителям. Они пошли, они решили, оба решили вдвоем. Мы пойдем и расскажем, надо рассказать. Это дяде Миша. Я спрашиваю, а почему ему? А потому что он справедливый. То есть дети выделяют в своем окружении какую-то фигуру. Это могут быть кто-то из педагогов, это может быть кто-то из родственников. Если это не родители, то очень важно, чтобы во взрослом окружении, среди взрослых, которые окружают ребенка, все-таки было какое-то лицо, которому они доверяли. Тогда оно раскрывается. Потому что очень много таких раскрытий идет, когда ребенок рассказывает, например, бабушке, тете или каком-то там крестной, или матери-подруги. Ну вот, то есть находятся, когда взрослые, которым у ребенка есть доверие. Тогда раскрыть. Вы знаете, я хочу поблагодарить вас за то, что вы меня пригласили к вам на встречу, на такую замечательную. Здесь столько грамотных людей, хороших. И я, как мать, очень получила много информации. Друзья, действительно, никто, никто в этом мире не застрахован на 100% от любых ситуаций. Это может произойти, но помните, с любой проблемой проще справиться, если делать все правильно. Не забывайте разговаривать со своими детьми. Станьте им другом, человеком, которому можно доверять. И тогда вы будете знать, что с ним происходит, где он находится, и будете знать о нем все. Ну, а чтобы еще получить больше информации в вопросе, который мы сегодня обсуждаем, заходите на наш сайт smartparent.by, подпишитесь на канал. И, кстати, сегодня у нас в студии присутствует брошюра с сайта. Ее можно посмотреть на сайте, но здесь вот расскажите, что там можно подчеркнуть. Да, Международная организация по миграции в рамках проекта международной технической помощи укреплений в Республике Беларусь национального механизма перенаправления пострадавших отроговыми людьми выпустила такую брошюру, в которой можно найти информацию о том, что такое насилие, кто и почему может пострадать. Очень подробно описаны признаки насилия, что необходимо делать родителям и чего точно не нужно делать. Также есть информация о том, какие меры предосторожности должны знать родители. Эта брошюра будет полезна как родителям и детям, так же и специалистам, которые работают вместе с детьми. Ну и, в принципе, уже говорили о том, что существует сайт smartparent.by, который отражает в интерактивном виде суть этой брошюры. Говорите со своими детьми, станьте тем, кому они могут доверять, и тогда вы будете знать, где они, что с ними и что с ними. Все хорошо. Ну и самое главное, не забывайте, что всегда можно обратиться к специалистам. Они вам помогут. Эти люди сегодня были с нами в студии. Спасибо вам большое за эту беседу. Гости, спасибо вам тоже за эту непростую беседу. С вами мы увидимся завтра, поэтому подпишитесь на канал и отправьте это видео тем, кому считаете нужным. А поверьте, оно нужно всем. Спасибо, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok